Редактор карты Редактор сценариев В замках и войсках Ничего особенного нет Кроме того, что вы можете построить Главные башни Не используются две фигни Здесь они используются для экстрим То есть это у нас каменная казарма и арабский лагерь Здесь вы можете построить цитадели Абсолютно любого формата Какие хотите Для любой миссии, понятное дело У нас здесь именно одиночная миссия Ну и так же само вы можете построить Абсолютно целиком, полностью Любое здание Почему я начинаю с разбора конкретно замка и войну Потому что замок вы можете строить Ровно такой же, как и в обычной игре Какие-либо особенности Будут разбираться в особенностях Понятное дело построения Или же, как-то я обзову Правильное построение всех этих самых карт Грамотное, красивое Не знаю, в общем, не важно Как хотите называть И здесь же можно размещать войска Причем абсолютно любого типажа Вплоть до осадных орудий Ну, понятное дело, вот они осадные рабочие и саперы Такая же история с арабскими войсками Все арабские войска Даже огневую баллистов Ну и здесь же у нас имеется новая вкладочка Руины Руины достаточно красивые такие Обломки именно хижин То есть вы видите, они здесь размещены Вот как они примерно выглядят Все это конкретно обломки хижин И жаль, что руины имеются только такие Здесь на этом все Замок строится целиком и полностью так же Как бы вы его строили Единственное, что я вам могу подсказать Склад и наличие на нем какого-либо материала Вообще не имеет значения Потому что здесь все у нас строится Бесплатно Это все Переходим к вкладочке ландшафт С которой мы начинали Ключик это выход Ну и выход у нас так же нажимается на клавишу Escape Здесь нам это особо не надо Теперь разберемся с вот этими тремя кнопочками Это масштаб Это линия прорисовки Как вы видите она называется Это удалить Почему масштаб никак не называется Черт его знает За что отвечает масштаб Давайте я, пожалуй, выберу грунт И покажу вам масштаб вот максимальный Масштаб минимальный, кружочек Один пиксел, правильно? Увеличиваем Кружочек стал больше Затем этот кружочек Описывается квадратом Затем квадрат описывается кружочком Снова кружочек описывается квадратом Кружочек описывает квадрат И кружочек, короче, описывается квадратом То есть Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Итого Семь клеток То есть квадрат из семи клеток Ну вот из квадрата из семи клеток состоит грунт Вот этот вот Сейчас на данный момент Кисть грунта Это масштаб кисти Как я это посчитал? Обыкновенно Таким вот образом Но вы скажете, из 7 клеток оно состоит Как ты это понял? Пожалуйста, 2 клетки Вот так вот выглядят 3 клетки Выглядят уже вот так То есть 3 клетки туда, 3 клетки туда, 3 клетки туда И 2 клетки почему-то в другую сторону И вы, естественно, мне такие, типа Родж, но здесь же не квадрат Да, здесь плюсик получился по итогу Знаете почему? Потому что плюсиком, по идее, размещается Но, когда вы этот плюсик поворачиваете на 90 градусов У вас он получается таким То есть, по идее, это должен быть квадрат 2 на 2 Но у нас здесь плюсик То есть 2 на 2 плюсик, скажем так И потом у нас получается такой же плюсик, только 3 на 3 Но из-за того, что мы его повернули на 90 градусов У нас не отображается вот здесь вот эта штуковина У нас не отображается Давайте я еще раз вам ее покажу И покажу уже с помощью метода монтажа Где не отображается пиксел Он должен отображаться, но он нифига не отображается Короче, получается 3 на 3, но не точный Такая же история с 7 на 7 Но тоже не точный То есть здесь везде все по 7, кроме одной точечки Причем вполне понятный Ладно, окей, с этим разобрались Теперь достаточно интересная история Это линия прорисовки Обычно все умники, которые делают в редакторе карт Свои карты, не пользуются вообще этой штукой Как я увидел? Обыкновенно, потому что это тупо статистика Сам ей очень часто не пользуюсь Смотрите Давайте мы эту линию прорисовки уберем И скажем, я хочу нарисовать реку прямую Красивую прямую речечку Вот так вот Я ее нарисовал прямой? Правильно, нет Следовательно, я мог бы ее и вот таким вот образом нарисовать Теперь я включу линию прорисовки Вы видите наклон линеечки? То есть наклон линеечки означает конкретно, что мы должны рисовать таким образом А теперь смотрите То есть я не напрягаясь Просто взял, поставил линию Ну поставил точечку И он мне прям по линии, по прямой Вот этой вот линеечкой Софокусировал И сделал все как надо Провел Ту самую речку, которую я хотел Это прекрасно Такая же история и с другой стороны Я могу как угодно делать прямую реку Как хочу, так и вожу И не нужно мучиться без линии прорисовки Вот таким вот образом там что-то пытаться прорисовать О, кстати, я ровно прорисовал Хо-хо Клево Ну в общем, вы поняли Это действует абсолютно на все кисти Любого размера Любого там радиуса Я бы это так обозвал Ну в общем, кисть любого размера Без разницы Это достаточно интересная функция Которую почему-то никто не пользуется Ну и последнее Это удалить Удалить у нас обозначает удаление животных Ну и давайте Я прямо сейчас, может, не буду удалить животных А прямо сейчас я удалю отсюда все Вот, все, что вы видите, я удалю Итак, и мы посмотрим, что удалилось по конкретике Так Мы увидели, что удаляются Животные, деревья Растительность Которая является декоративной Растительность, которая является не просто декоративной То есть деревья Растительность Нет, это немного не растительность Это валуны на горах Так, удаляются ли Вот эти штуки, дайте-ка я даже проверю Нет Эти штуки не удаляются Значит, рельеф вообще никоим образом не удаляется Удаляются у нас валуны только на горах Удаляются какие-то большие здания Кроме стен Удаляются руины целиком полностью Удаляются юниты Про деревья я уже сказал Это все То есть удаляется даже Если я сейчас начну удалять Вот эти здания Ну и в том числе Понятное дело Лагерь лорда Ну или же общийный дом Как хотите называть Цитадель Пусть будет цитадель На этом с этими инструментами все Единственное, что я могу сказать Масштаб кисти влияет и на клавишу удалить И теперь переходим к рельефу Рельеф Что же такого интересного у нас есть в рельефе? В рельефе у нас есть Начну с вот этой штучки Минимальная высота Для того, чтобы вам показывать целиком полностью Все конкретно на этой карте Я разровняю целиком полностью рельеф Так, чтобы он был на минимальной высоте Вот этим вот промышляет эта кнопочка То есть мы можем спокойно С помощью этой кнопки Разровнять все, что у нас абсолютно имеется на карте Вот таким вот образом мы это все разровняли Очень полезная функция Она также, понимаете, изменяется до 7 клеток И может быть одной клеткой Теперь обратная этой функция Максимальная высота или же плато Давайте я, наверное, все-таки сделаю кисть чуть-чуть побольше Для того, чтобы нарисовать плато Вот таким вот образом Это максимальная высота в стромхолде Теперь возвышенность Это средняя между минимальной высотой и максимальной высотой Почему они так криво расположены? Ну, я, честно говоря, до сих пор не понимаю и не знаю Но какая-то логика у Firefly была, видимо Так вот Если вы внимательно посмотрите То здесь у нас высота стены вот такая Здесь у нас высота стены вот такая То есть вы видите, что это плато Небольшое, то есть высота какая-то определенная Возвышенность, скажем так По сравнению с плато Отличается в два раза Стены, напомню, 3 квадрата, 5 квадратов А вот эти штучки Вы видите, сколько здесь тайлов Сколько здесь тайлов И они примерно отличаются в два раза Это достаточно важная вещь То есть возвышенность от плато надо отличать Плато это максимальная высота Ну а возвышенность вообще называлась в Трунхолде первом плато А это называлось максимальной высотой Чтобы было в разы проще Теперь Как добиться таких же вот результатов Вот которые здесь есть Только с помощью остальных функций Например, холм, поднять и гора Это все функции однотипные, как вы понимаете Опустить Это не однотипная функция У нее есть только один синоним Это сглаживание Но сглаживание, оно как и подъем Как и опустить То есть оно является Ну вот таким вот Скажем, не знаю, как это назвать Синтезом двух функций Вот этих вот двух конкретно Причем чуть-чуть усиленных Немножечко совсем усиленных В отличие от этих двух функций Холм и гора являются улучшенными функциями поднять Холм Холм поднимает рельеф Ну, с такой достаточно неплохой скоростью, как вы видите Могу провести Вот это я провел холмом Гора Гора поднимает намного быстрее рельеф В разы быстрее провожу горой То есть вы видите, что здесь образовалось в разы все жестче, чем здесь Давайте я все это залью грунтом, для того, чтобы вам было виднее То есть вы видите, что здесь образовалась гора меньше, чем здесь Здесь подъем был медленнее В любом случае То есть холм поднимает быстро рельеф, но медленно В отличие от горы Гора поднимает рельеф еще быстрее Теперь у нас есть функция поднять Вот это я сделал с помощью функции поднять Совсем еле-еле Поднять как раз таки очень сильно похоже Как вот знаете саперы копают вот так вот Подкоп свой Вот это вот функция поднять Опустить кстати говоря Действует ровно так же только в обратную сторону То есть поднять действует попиксельно Поднимает вам точечно Осторожненько рельеф Опустить так же попиксельно опускает этот самый рельеф Причем достаточно красиво Как вы видите Теперь клавиша сглаживаю Теперь функция точнее сглаживаю Сглаживание необходимо для того чтобы сгладить какие-то Как вы понимаете неровности рельефа Как это промышляется Смотрите как это точнее работает Мы берем функцию сглаживания И теперь у нас имеется минимальная высота Максимальная высота И средняя высота При этом оно у нас все цепляется Если я вот так вот буду нажимать До какого-то определенного момента В конце концов окажется Что все сравнялось На примерно такую же высоту Средняя арифметическая Между этой высотой Этой высотой И самой низкой высотой И вот он это среднее арифметическое Вы его видите Это является проходимой местностью Если вы посмотрите внимательно на 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 Вот так вот Оно перезагрузилось наконец-то Вот оно 31 31 Это является проходимой местностью Для этого плато Теперь Давайте я вам покажу Как правильно на самом деле Нужно пользоваться сглаживанием Сглаживанием нужно пользоваться постепенно То есть вы могли бы сделать Вот таким вот образом Вот таким вот образом и, в конце концов, сделать нормальный, адекватный подъем на плато. Итого, у вас получился подъем на плато с помощью сглаживания. Я могу сейчас прямо провести слейва здесь без проблем. Вот он бежит на пати в данжен. Прибежал. Все. То есть, вы видите, без особых проблем, вот у нас получился проход между плато и возвышенностью. Вообще без особых проблем. И здесь, если вы видите, что проходов не получается, воспользуйтесь инструментом сглаживания. И осторожненько сгладьте все это дело. Сглаживанием нужно тоже работать точечно. То есть, вы видите, что появляются какие-то бугорки, и это значит, что вы неправильно строите рельеф. В любом случае, эти бугорки, в конце концов, появятся. От поворота камеры они появляются. Если этих бугорков здесь быть не должно, вы построили все правильно, то, соответственно, они не появятся. И таким образом лучник, ну или же там любой другой юнит, поднимется абсолютно целиком, полностью, спокойно, куда надо. Пожалуйста. Вот один-один-один-один. Лучник, оказывается, даже может сюда подняться. Каким образом? Ну, посмотрите. То есть, я сделал рельеф таким, что он даже вот здесь, оказывается, может подняться. Я этого не продумывал. Это можно заблокировать следующими методами. У нас здесь имеется земля. Давайте я отключу. Просто нифига не видно, что здесь написано земля. Вкладочка. Мы можем это заблокировать скальными породами. Это вот эти вот самые штуковины, которые появляются на горе при даже повороте. Всегда поворачивайте, когда вы делаете рельеф камерой, потому что тогда появляются вот эти вот самые скальные породы, которые вроде как их быть не должно, а вроде как они должны быть. И если вы их уберете, то при игре, при повороте камерой, они могут снова появиться. Ну, а так как вы являетесь хостом, и ваша карта, соответственно, запущена локально на вашем компьютере, то здесь появятся какие-то, скажем, неровности. Ну, вот эти скальные породы вы пройти на некоторые возвышенности иногда не сможете. Так что делайте или широкие входы, или делайте их длинными. С помощью, понятное дело, функции сглаживания. Железную руду я пока опустил, буду разбирать ее вместе с волонами. Скальные породы. Почему я начну именно с них, а не с гальки, грунта и бархану? Потому что скальные породы это уникальная вещь. Пожалуй, я покажу вам на примере этого прохода. Смотрите, что получилось. Я заблокировал проход. По идее, проход заблокирован, и видите, что получилось? Ага, все, проход заблокирован. Великолепно. Скальные породы это такая, скажем, такой тайлсет, который добавляет вам... Видите текстурку у гор? Вот эта вот текстурка добавляется сюда. Видите текстурку здесь? Вот эти тайлы добавляются сюда, вы искусственно их добавляете. То есть, вы добавляете искусственно скальные породы куда угодно. Вот эти вот тайлы, которые здесь есть, вы их добавляете куда угодно на землю. Через них нельзя пройти, на них нельзя строиться. Их применение очень широкое, начиная от... Давайте даже покажу вместе с указателем, как это работает. С указателем. Так вот, это работает с указателем вместе тоже достаточно интересно. Смотрите, возле указателя в определенном радиусе, по идее, нельзя строить башни. Вообще, никоим образом. Ну, блин, короче, здесь это фигово показывается. Давайте тогда по-другому. Прикиньте, что вы хотите построить какую-то башню. Например, 5 на 5. Все остальные башни вы просто заблокируете. И теперь, скальная порода через 4 клеточки. Еще одна скальная порода. Здесь через 4 клеточки тоже скальная порода. И здесь, понятное дело. Смотрите, как получается. Вы не имеете права строить здесь вообще никакую башню. Вы не можете их построить, потому что остальные башни у вас заблокированы. Понятное дело, что для этой башни вам придется там тоже что-то делать. Но это уже как бы фишечка. Я просто вам показываю использование скальных пород. Также скальными породами вы можете блокировать вот такие вот непонятные входы. Понятное дело, вы их можете убрать с помощью функции грунт. Все, теперь у нас эта штука является проходимой Давайте попробуем Все проходим, без проблем Но при этом я только сейчас поставлю скальную породу И эта штука больше не является проходимой То есть если вы хотите заблокировать какие-то нежелательные плато Которые вы нечаянно сделали вход Скальные породы это ваш выбор Отличная штука, отличная фигня Которой можно пользоваться где угодно, как угодно, зачем угодно Давайте я сделаю минимальную высоту для того, чтобы мы могли тестировать все дальше Чтобы вам показывать абсолютно все целиком, полностью в разы быстрее Итак, у нас теперь здесь имеется галька, грунт и барханы Грунт это такая фигнюшечка, которую вы видите прямо в самом начале То есть вот вы заходите на карту, все у вас разукрашено тайлы грунта Теперь кустарник Тут кустарник, боже мой Галька Галька это тот же грунт, только более каменный То есть вы видите, что здесь появляются какие-то камушки Такая же пустыня, он более светлый Ну и в общем он как-то отличается от этого грунта И барханы Барханы тоже как-то отличаются от этого грунта, но не настолько сильно В принципе с помощью барханов они похожи на зыбучие пески Можно делать какие-то дюны И это было бы достаточно прикольно То есть применение, например, вы построили небольшой холмик И засыпали его полностью барханами Понятное дело, что он полностью барханами не засыпется Но во всяком случае обводочка его стала барханной И он более-менее похож стал на дюну И это прикольно Достаточно интересно, то есть вы действительно можете сделать такую Песчаную пустыню Теперь вот эти рельефы Скорость передвижения армии никак не зависит от типа рельефа Давайте я вам это продемонстрирую на примере рабов Блин, я хочу их поставить на один уровень Они не хотят ставиться на один уровень Ну короче, в общем, вы увидите Альт-Аш Мы каждого раба по отдельности заставим бежать по своему типу рельефа Побежали Вы видите, как они бегут? Все То есть они бегут равномерно Абсолютно целиком, полностью По всем типам рельефа Ну, понятное дело, кроме скальных пород Потому что по ним бегать нельзя Такая же история будет с кустарником, травой и густым кустарником Трава Это наш оазис Полностью, целиком, полностью Это наш вообще оазис И то есть никаких проблем с крутым вот этим вот насыщенным оазисом У вас быть не должно при построении травы Густой кустарник Это менее насыщенный оазис Но это все еще тот же оазис Вы можете на нем строить вообще без особых проблем Ну и давайте я, наверное, сделаю не так А давайте я, наверное, сделаю небольшие исправления Вот таким вот образом Для того, чтобы показать вам Что еще можно интересненького с этой помощью сделать Давайте я построю здесь, например, рядышком барханы Здесь рядышком гальку Здесь рядышком скальные породы Теперь здесь рядышком грунт Вот так вот сделаю Таким вот образом И там где-нибудь рядышком также размещу кустарник Маленький такой кустарник Вот он И посмотрим, как можно строить здание оазиса Здесь даже на одну клетку выйти нельзя, как вы понимаете Здесь такая же история Ну то есть вы понимаете, что вот в этой траве строится абсолютно все Я думаю, это объяснять не надо Здесь вообще строить нельзя То есть тут вообще даже на скальных породах ничего построить толком нельзя Они даже не исчезают, когда на них пытаетесь построить Грунт Вы ничего не можете построить на грунте Но кустарник позволяет вам вылезти аж на три клетки Кустарник вот этот вот маленький, редкий Он продлевает ваш оазис искусственно То есть у вас получается оазис достаточно красивым Вот таким вот Но при этом вот таким вот Он отличается от грунта совсем на чуть-чуть Но при этом, если вы смотрите разницу между грунтом и насыщенным оазисом Или грунтом и ненасыщенным оазисом Получается квадратная карта Вот именно поэтому мне не нравятся некоторые карты в стронгхолде первом Потому что они являются достаточно квадратными Ну и понятное дело, некоторые карты из модификации стронгхолда Являются тоже вот такими вот квадратными Потому что люди не умеют правильно строить Ну а как правильно строить, я буду объяснять позже Теперь валуны и рудники Я поставлю раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь И рядышком Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Теперь здесь я ставлю раз, два, три И здесь раз, два, три, четыре Смотрим на каменоломник Семь камней каменоломни не ставятся Восемь камней каменоломни ставятся Я думаю, это понятно Ну я ее легко могу поставить, без особых шоу Рудники На трех железных тайлах рудник не ставится На четырех железных тайлах рудник ставится Это стронгхолд крусейда, здравствуйте, здравствуйте Это стронгхолд крусейда Если бы это был стронгхолд первый, понятное дело Этого не хватило бы, ой, как сильно Там нужно то ли сколько Я не помню, сколько там тайлов надо Ну, короче, много По-моему, 16 надо тайлов на то, чтобы поставить рудник нормально В общем, смотрите Сейчас я уберу эту линию прорисовки Она тоже иногда мешает, ее нужно иногда убирать Как раз-таки рудник и все Короче, все абсолютно представленные здесь виды грунта Виды земли, точнее, виды рельефа Они рисуются так же Ну, они, короче, хорошо соотносятся с кистью То есть, чем больше кисть, тем, соответственно, легче рисовать, понятное дело Теперь я вам просто покажу, что вот такое количество камней И вот такое количество руды Это неадекватно для стронгхолда крусейда Потому что Это не стронгхолд первый, в котором вы будете вот так вот прям Вот так вот прям размещаться, понимаете? И где-то чуть-чуть вылезает, все Уже как бы вы не можете разместиться Вы можете разместиться здесь намного более экономично И поэтому для стронгхолда крусейда, да даже для стронгхолда первого Это дохрена, как и камни Это настолько дохрена Так что старайтесь минимизировать ваши камни, руду Потому что в стронгхолде крусейда конкретно их слишком много Реально настолько много, что прям кошмар Теперь давайте разбираться дальше С чем еще можно разобраться? С растениями Растения это наши декоративные Прибабахи, скажем так Прибамбасы для карты Вы ж не думайте, что карта должна быть вот такой вот голой Голая карта, она очень некрасивая Смотрите внимательно Ну вот я тут что-то пытался понастроить Какая-то полная фигня Вот честно Вот серьезно А давайте мы ее чуть-чуть улучшим Вот совсем немножечко Просто тут где-нибудь поставим кустарников Где-нибудь поставим еще каких-нибудь штуковин Главное, чтобы это все различалось друг от друга Отличалось, чтобы это действительно было Ну более-менее красиво И уже выглядит это совсем не так Вот эти кустарники являются полностью декоративными Каждый из кустарников имеет свой тайл То есть Армия не может наступать на эти кустарники Но я вам напомню, что существовала миссия В исторической кампании за Саладина В которой вы подпаливали кустарники И что вы думаете? Все настолько просто? А теперь я вам покажу, как это на самом деле работало Ставим рвы с нефтью Делаем кустарники На них Прямо на них Любого типа Давайте вот так Теперь давайте вот так Ну, чтобы красиво было, по-другому делим Давайте вот так, например И давайте вот так Все Теперь Этого раба подводим сюда И Делаем здесь огнеметателя Ну-ка, прокидывай огнеметатель Давай Молодой Попадешь? Не попал Ну, в любом случае Нам нужно просто попасть В миссис Саладина было все именно так Вот, пожалуйста Мы попали Все кустарники сгорели Никаких проблем Теперь через эту зону пройти можно И все такое Кустарники сгорели Рвы с нефтью сгорели Просто так кустарники Не горят Как это можно использовать? Ну, давайте я вам подкину идейку Например, кустарники Блочат барбакан Я вам сразу об этом скажу Из-за того, что Ну, вы видели Что происходит Кустарники просто блочат барбакан Мы убираем сейчас вот этого мальчугана И делаем нашего мальчугана красного То есть я сделал красный замок Значит красного мальчугана Открываем барбакан А вы не можете пройти в барбакан Потому что вот эти штуки Полностью вам блокируют барбакан Ну, то есть они с двух сторон Эти растения Они полностью блокируют барбакан Но Как можно было бы это сделать? Если вы ставите нефть Понятное дело Эта штука удалится Но после этого Вы можете поставить это по-другому Например, вот так И то есть у вас получается Как бы сценарий А-ля Замок зарос И нужно проникнуть Во-первых, в свой замок Уничтожить рабов Уничтожить там, например, животных И замок передается вам То есть не осталось живых существ Там, по-моему, есть в стронхолде Такая функция Если я не ошибаюсь Так вот Вы берете Подводите сюда раба И вот этим мальчуганом Пытаетесь подпалить Это растение Если он у вас Сможет все-таки Как-то попасть И подпалить это растение Будет прикольно Но он у меня С первого раза Попасть не хочет Я все равно Буду пытаться попасть Ну, короче, в общем Можно поставить Просто больше рвов с нефтью Для того, чтобы это Было нормально И приятно работало То, что работает Это немного кривовато Например, вот столько Рвов с нефтью Ну, просто чтобы попадать Понятное дело Я сейчас просто хочу показать Это Здесь нельзя попадать Так что я хочу Пожалуйста, все Мы спалили Здесь спалили Все прекрасно Открываем барбакан А представляете, барбакан Теперь пройти можно Вот что я хотел показать Боже мой, как долго я это показывал Короче Все, пройти барбакан можно Никаких проблем нет Такая же история С вот этим Ну, с вот этим вот растением Можете даже не ставить Ров с нефтью Прямо под этим растением Просто нужно будет попасть Конкретно по этому растению Вот этим вот щелом Для того, чтобы их подпалить В принципе, можете поставить И ров с нефтью Если хотите, конечно Я не знаю, как это точно работает Хотя мы можем проверить Это прямо сейчас Давайте я поставлю На рвы с нефтью И без рвов с нефтью Огромное количество растений И мы здесь разместим Роба Которого этот парнишка Будет расстреливать Ну что Вот так, раба, поставим Давай Ну, в принципе, по-моему Они исчезают По-моему Они исчезают Да, похоже на то Что они исчезают и так Значит, они исчезают так И можно Да-да-да Они исчезают именно так Как и нужно Все И вот нервы с нефтью Заставили исчезнуть Почти все растения Ну, почти все Вот имя Вы видите, что это растение Например, не спалируют Ну, то есть Это тоже достаточно криво работает Но Это и в целях декоративных И в целях не совсем декоративных И это достаточно прикольно Так, удаляем все это Не надо Вот так вот даже сделать И теперь продолжим рассматривать На примере деревьев Что у нас здесь вообще есть? Финниковая пальма Кокосовая пальма Короче, название вам читать не буду Олива и винная пальма Понятное дело, что вы можете просто брать их и размещать Без особых проблем Вот так их не размещайте Потому что все равно у вас половина пальм Или вот таких вот Или вот таких вот олив Короче, половина вот так вот размещенных деревьев Размещаться нормально не будет Их надо размещать по одному И все равно они тоже нормально размещаться не будут Из-за того, что в Крусейда У нас экономика ускорена в полтора раза Ну, вообще, короче, все ускорено в полтора раза Ресурсов приходит больше Там люди там бла-бла-бла Там деньги там капают Все такое У нас деревьев почему-то уменьшается Количество тоже в полтора раза Насколько я понимаю Кстати говоря, помимо деревьев Еще уменьшается и количество армии Но об этом уже давайте чуть-чуть попозже То есть из-за того, что у нас Насколько я понимаю Экономика такая И количество деревьев И количество армии Тоже уменьшается И это нужно учитывать При построении В редакторе карт чего-либо Вообще, деревья, конечно, строить Знаете, как лучше всего Вот, типа, вы построили Какой-нибудь там рельефчик, да? Поставили деревец Потом еще что-нибудь построили Поставили деревце Еще что-нибудь построили Поставили деревце И, по идее, все эти деревья Которые вы поставили Будут просчитаны Прочитаны И никаких проблем с ними не будет Объекты С указателями мы будем работать Чуть-чуть попозже Понятное дело, что они находятся в объектах И их можно ставить где угодно Но указатель, понятное дело Приходят войска соперника Если они могут, понятное дело К нему прийти Ну а все особенности Которые связаны с указателем Я буду разбирать в отдельном ролике Просто говорю, что он находится здесь Вокруг него нельзя строить В определенном радиусе что-то Но в Крусейда Этот радиус, по идее, меньше Чем в Стонхолде первом И понятное дело Что если вы бы хотели С этим указателем что-то сделать Вы бы могли бы воспользоваться Скальными породами Опять же, об особенностях построения Это все будет позже Скалы Скалы — это достаточно интересные Такие объекты Во-первых, давайте начнем с того Что я сделаю кисть маленькой И поставлю вот такие вот маленькие скалы Вы такие, типа, блин Ну скалы же тут вроде были большие Они зависят от кисти Какой бы я кисть ни делал Скала будет увеличиваться в размере Всего семь То есть это скала Два на два Это скала Три на три Это скала Четыре на четыре Это скала Блин Черт По-моему, я тут облажался немножечко Это два на два Подожди Это три на три А, нет Они вот так вот Короче, они автоматически Пропускают Четыре размера скал Один на один Два на два Три на три Четыре на четыре То есть Если у вас семь здесь Оно делится на Сколько я понимаю На два И семь деленное на два Это у нас четыре Если мы считаем В целочисленном формате Потому что Три и пять Почему-то до четырех Увеличивается Но это стронхолд Здрасте как Один делится на два Это у нас один Два делится на два Это у нас один Три делится на два Это у нас два Соответственно получается Ну вы поняли Короче, в общем Скалы сами увеличиваются Через два У них размеры имеются То есть один на один Два на два Три на три Четыре на четыре Все, что вам нужно знать Все скалы, которые вы здесь видите Там обращенная на юг Восток, север, запад И тому подобное То есть для стронхолда Еще раз покажу Вот это Вот так строится Вот он Север сверху Соответственно от этой штуки Сверху Юг снизу В редакторе карт Или туда Или туда север идет Кто-то Кто-то напутал Прямо Конкретненько Ну в общем Вы поняли Фишка в том Что на самом деле Для стронхолда Правильно Вот именно Вот это расположение И как я вам показал Почему в редакторе карт Так А там Так Это уже Не мое дело Как говорится Скала Которая Не понять куда обращена Она тоже достаточно прикольная Потому что Вообще Все эти скалы Являются уникальными И Здесь не В чем-то там Прикол Куда она обращена Или еще что-то Вы просто можете ставить Абсолютно все скалы Целиком Полностью На карту Ну то есть Постепенно Примеряясь Где какая и что Вообще Конечно Неплохо было бы Ставить скалы С наклоном То есть Например У нас Вы видите Где примерно Находится Скальная порода То есть Чтобы эта скальная порода Смотрелась лучше Ну наверное Будет прикольней Поставить Именно вот такую скалу Которая будет обращена На север То есть К вот этой скальной породе И это будет смотреться Достаточно гармонично Хотя Вы видите Что тут тоже Поворот Вот этой вот штуки Не такой уж и гармоничный Как хотелось бы Но Ничего не поделаешь Потому что Даже при том Что она вроде как Обращена на север Но все равно Может быть кривой И лучше Эти простые штучки Использовать Как разные тайлы То есть Здесь набор тайлов свой Здесь набор тайлов свой Здесь свой Здесь свой И всего их по-моему 15 или 20 Я точно не помню Но в общем Их много И их можно Чередовать Еще Их можно Как бы размеры Изменять 2 на 2 3 на 3 4 на 4 1 на 1 Тут их очень много И лучше чередовать Абсолютно все скалы Для красивого просто построения Главной особенностью Этих штук Является то Что у них Нет никакой коллизии Я могу просто Спокойно рабом Пройти по скале Странно да Ну вот действительно Это на самом деле Странно Они не прячут отстрел У них нет никакой коллизии Нет никаких текстур Пофиг То есть Вы можете даже Раба просто Вот здесь спрятать А где это раб? А вот он Ну вы в общем поняли Прикольная штука Но не имеет коллизии Вода Хотя давайте Наверное пока начнем Животных Потому что мы все равно Перейдем к воде Так плавненько Плавненько Перейдем к воде Давайте я сейчас Все уберу здесь Чтобы у нас Не было никаких проблем Ах да Забыл сказать Что возвышенность Ну точнее Минимальная высота И возвышенность На полностью убирает Все вот эти вот Скальные породы То есть Вот эти вот все штучки Убираются С помощью минимальной высоты Также Ну или с помощью плато Они убираются При особом желании Короче при любом изменении Высоты рельефа Эти штуки убираются Вообще в ноль Как-то так Живот Олени Верблюды Кролики Желательно Один раз нажимать Львы То есть Если мы сейчас Нажмем на Alt H Мы можем В принципе Посчитать Сколько чего Строится Верблюды Это наши медведи Из стронхолда первого Львы Это наши волки Из стронхолда первого То есть Медведи Как вы видите Ну верблюды Всего добавляются По три И львы Всего добавляются По три Потому что Это из стронхолда первого Так же само Добавлялись медведи Так же само Добавлялись волки Кролики Добавляются По черт знает сколько Как и олени Добавляются По черт знает сколько Тем более кролики Вы сами знаете Что плодятся Просто нереально Здесь это все Что нужно знать Просто Если вы хотите Уменьшить количество Оленей То я уже показывал Что можно их Точечно удалять Например Вот так Через Альт Аш То есть Вы сейчас Удалили Вот это Вот это И вот это Пожалуйста Все То есть Альт Аш Отжимаете Смотрите Кого удалили Альт Аш Нажимаете Смотрите Кого не удалили Вот например Мне не нравятся Вот эти вот Центральные кролики Чтобы они не плодились Я их удаляю Все Пожалуйста Никаких проблем С размещением животных По идее вообще Никаких проблем Не должно быть Единственное что Они бегают Так же абсолютно Как и люди То есть если Вот здесь вот Написано циферка 1 И животное Находится в циферке 1 То понятное дело Животное до туда Может добежать Вообще без проблем Никаких проблем Не будет у животных С тем чтобы добежать До туда Альтье Убиваем всех животных Сейчас они нам не нужны Теперь Ворон И чайка Это два Интересных объекта Начнем с того Что чайку вы не удалите Никаким способом Вообще Ворона можно удалить Удалив дерево А теперь смотрите Ворон Это птичка Которая летает Над деревом Просто Птичка Которая летает Над деревом И все И все Понимаете Ну а теперь Перейдем к воде И я нарисую вам Быстренько море Море И над ним Я запущу Чайку 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 В общем Короче Чайки просто так Над любыми объектами Также над деревьями Не запускаются Ну а когда есть море То тогда вы можете услышать Они еще раз думали Попеть песенки Теперь мы делаем Грунт Я вам просто показываю Что эти чайки Никак Вообще Не удаляются Отсюда Если вы думаете Что они удаляются Лучниками То вы ошибаетесь В стронхолде первым Они лучниками Удалялись Стронхолд Их нельзя убить Никак Давайте даже Я сейчас сделаю Враждебный элемент Для этого арабского лучника Кролика Пусть он их расстреливает Я даже не знаю Будет ли он успевать Их расстреливать По моему Они размножаются Быстрее чем Он их расстреливает Ну на самом деле Возможно и нет Ну и в это время Давайте посмотрим Что произойдет Если я удалю дерево Правильно Я удалил Вместе с ним И ворона А вот чайки Чайки не убиваются Вообще никак То есть лучник Сейчас будет расстреливать И чайки мы не будем убивать И типа смысл От них Чисто декоративный И они все равно Будут вот таким вот образом Летать Конечно Понятное дело Что чайки смотрятся Уместнее У моря И в любом случае Вам придется Где-то нарисовать море Для того чтобы чайки Были приятными Понятное дело Что чайки летают Вокруг моря Иногда они в него Там ныряют Для того чтобы Отыскать рыбку Ну может быть Тогда как раз таки Когда они ныряют Для того чтобы Отыскать рыбку И лучник их как раз таки Может убить Как было во всяком случае В Струмхолде первом Песок Песок Это рядом с морем То есть У нас вот есть море И он с морем Очень хорошо По тайлам Сочетается Песочек Нужен для декоративного Понятное дело Отображение Вокруг моря У нас В Струмхолде первом Была такая фигня Что на песочке Можно было Спокойно Ставить фермы Там зерновые И тому подобное Оазисы Вообще без проблем При этом давайте Я сейчас прямо Нарисую оазис И нарисую Рядом песочек Может быть сюда Этот баг Тоже перекочевал Да вот Просто мы очень Не часто Все это дело Встречали И поэтому Мы его И не заметили Фермы нужно Размещать В оазисе Потому что Между ними Появляются Песчаные дюны Или же Грунт Облом Так мы не можем Построить Хорошо что Убрали баг Как и Струнхолда Первого Так вот Песочек Нужен для того Чтобы грамотно И красиво Размещать море Песок Очень классно Сочетается С грунтом Как вы понимаете А еще лучше Он сочетается С песчаными дюнами А вообще Еще лучше Он сочетается С холмами То есть Вы можете Холмы Красивым образом Обрамить песком И сделать Через холмы Переход Понятное дело Сюда Кстати говоря Чаечка Вот она упала Она сейчас Встанет Ну и там По идее Она выловила рыбку Бла-бла-бла Просто встала Поехала Я кстати не знаю Они сами дохнуты Или может быть Я просто глупники Ну в общем Короче Здесь Надо просто Обрамлять Тогда этот холм Чем-либо Например Барханами Вы можете Обрамить холм Барханами И он будет Выглядеть красиво То есть Видите он Как красиво Выглядит Он выглядит Более-менее Как песчаная дюна Ну или же Вы можете Так же само Обрамить Его Песочком И он тоже Будет выглядеть Ну более-менее Ну понятное дело Что нужно строить холм Потом Когда песочек Уже отстроен Он будет Более-менее Выглядеть Так же само С грунтом С грунтом Тоже песочек Выглядит более-менее То есть Какой-то Тут более-менее Переход есть С галькой Ну уже не особо Так хорошо Как хотелось бы С грунтом Намного лучше Понятное дело С барханами Тоже ничего Он кстати выглядит С барханами Во всяком случае Он даже выглядит Уместнее То есть Это все будет В правильности построения ландшафта. Большой пруд, малый пруд. В принципе, разницы здесь между ними особо сильно никакой нет. По-моему, они одинаковы даже размера. Они, нифига. Большой пруд 5 на 5, малый пруд 4 на 4. Это наши пряники, перенесенные из Трунхолда 1, почему-то внесенные в редактор карт, в Крусейда, я не знаю почему. Ну, просто, в общем, это очень красивые такие места, которые можно обрамить оазисом. То есть, их лучше всего ставить в оазис, например. Река. Я думаю, вы знаете, что такое река, и здесь особо сильно ничего тут с ней делать не стоит. Брод. Брод это такая фигнюшечка, которой можно обрамлять реку для того, чтобы она выглядела красиво относительно, понятное дело, чего-либо. Например, грунта. Но я вам скажу и так, что река и так ничего выглядит относительно грунта, если вы ее грамотно построите. То есть, река не должна быть вот такой вот, а-ля залив. Река должна быть красивой, там, по всей карте. Ну, то есть, вот такой вот. И она уже, ну, более-менее похожа на реку, понятное дело. Вы можете ее обрамить бродом, тогда она будет еще красивее выглядеть. Во всяком случае, она будет сочетаться тогда через переход в дюны с грунтом. Вообще без проблем. Ну, понятное дело, из-за того, что здесь вы видели уже, какой переход на дюны, здесь переход на дюны, бла-бла-бла. Вы можете сделать просто бархан, и это будет еще лучше сочетаться. А потом переход на грунт. Ну, я говорю, это все в особенности в построении. Броды позволяют перебираться через реку. По бродам солдаты могут ходить по воде. Вообще без всяких абсолютно трудностей. И никаких здесь трудностей реально нет. Брод можно строить хоть в одну клетку. Главное, чтобы он был, ну, нормальный. Через брод можно ходить вот таким вот образом. То есть, я могу его даже по диагонали построить, и через него можно будет ходить. Я прямо сейчас это продемонстрирую на примере раба. Пожалуйста. Построено по диагонали, и оно прямо по диагонали, видите, такая линия появилась. Она, ну, хреново видна, понятное дело. Я вам приближу это все сейчас методами монтажерства. Ну, и вы увидите, что здесь действительно прямая линия, по которой раб может спокойненько пробежаться вообще без проблем. Вот как-то так. Остались у нас болото и нефть. Многие люди говорят, что нефть построить невозможно. Ну, я вам показываю, что нефть действительно построить невозможно. Вот. Вот. Я не могу ее построить. Ну, никак. Вообще она не строится. А теперь, смотрите, вот болото. Болото, кстати говоря, из Трумхолда первого. И очень неплохо было бы, если бы вы его размещали именно в оазисе, причем с травой вот этой. Они очень хорошо сочетаются. Ну, и в болоте теперь, я поверну вот так, вы можете строить нефть. Круто, да? То есть, именно в болоте нужно строить нефть. Не в траве, а в болоте строится нефть. То есть, болото вы можете построить. И нефть вы можете построить только в болоте. В этом весь и прикол. Таким образом, вы можете делать здесь именно пятна, чтобы это было гармонично и красиво, а не просто бездумно взять и сделать и тому подобное. То есть, в редакторе, на самом деле, реально ничего сложного нет. Просто, чтобы это делать красиво, нужно знать кое-какие правила, о которых я, соответственно, расскажу вам в следующем ролике. Ну, а сейчас мы будем разбирать замки и войска. Что у нас с войсками? Лучники. Размещается все это дело по одному, вообще без проблем, там без каких-либо, также и пикинеры. Ну, понятное дело, я могу вызывать так абсолютно любого юнита, они вызываются вот таким вот образом и будут вот так вот отбегать, отбегать и тому подобное. По-моему, у них небольшой радиус, там что-то около девяти отбеганий, и потом они просто начинают толпиться в центре карты. Понятное дело, размещать вы их можете по одному, поэтому, когда вы видите битву на ютубе, там, например, 10 тысяч копейщиков против тысячи рыцарей, и вы такой, блин, это же чел сделал 10 тысяч кликов по копейщикам и тысячу кликов по рыцарям, и того он сделал 11 тысяч кликов. Такие ролики, в принципе, нужно уважать, потому что сделать 11 тысяч кликов по рыцарям это действительно хреново. не с мышкой, понятное дело, с пятью кликами за раз. Так было бы в разы интереснее, понятное дело. Это все уменьшается в пять раз, ровненько. Так вот, войска, которые вы здесь поставили, все будут уменьшены в черт знает сколько раз, даже если вы их будете выпускать по одному. То есть, вот так, потом еще раз, потом еще раз. Ну, кстати говоря, вот в таком вот формате вполне возможно, что останутся три лучника. На каких условиях они там исчезают, да черт его знает. Знаю только, что в полтора раза у вас лучников просто не уменьшится. Может даже в два. Просто взять вот этих вот лучников вот так разместить не получится. Считайте, что всегда у вас лучников должно быть меньше. В два или в полтора раза. И старайтесь размещать так, чтобы все было нормально. Ну, в редакторе карт, понятное дело, те лучники, которые исчезают. Вот, кстати, не знаю, можно ли удалять тех лучников, которые исчезают или нет. Я знаю, что можно с лучниками делать, например, так. Когда лучник продамажен, вероятность того, что он исчезнет, немножечко меньше. То есть, вот спокойненько мы лучника продамажили чуть-чуть, здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, и все, убегаем. Все, вот эти вот лучники, по идее, уже исчезнуть не должны, потому что они как бы вроде тут сохранены. Такая же история, как и с деревьями. Разместили, ну, разместили дерево, разместили юнит, что-то делаем по карте. Разместили дерево, разместили юнит, что-то делаем по карте. В принципе, тогда юниты будут более-менее размещаться, ну, именно без каких-либо потерь. Их не будет ни потерь, ни в два раза, ни в полтора, по идее, должны сохраниться и все деревья, и все, соответственно, юниты. Я не знаю, почему вот так это работает. Кстати, работает это абсолютно со всеми юнитами. То есть, вы поставите вот здесь три баллисты, что с ними станется? Правильно, исчезнут. Или одна, или две исчезнут, точно, абсолютно. Я вам также скажу, что если вы их заправите инженерами, далеко не факт, что когда вы начнете игру и распустите ее, вы увидите именно двух инженеров из этой баллисты. В этом весь и прикол. Итак, пока я еще далеко не ушел в своих рассуждениях, просто вы уже видите здесь немножечко футажек после, но это не важно. Я хотел вам сказать, что не так все просто с осадными орудиями. И немножечко хотел рассказать про войска, которые вы будете добавлять для других игроков. Для красного игрока, то есть для вас. Ну или же, если вы поменяете цвет где-то там с помощью модификаций, если вы будете вот так вот делать арабских лучников, то да, их количество действительно уменьшится в два или полтора раза. Но, теперь я их уберу, чтобы они просто не расстреливали друг друга. Я поставлю здесь вот таких вот лучников. И вы знаете, вот эти лучники будут поставлены именно в таком числе. Вот их 12, значит, их будет именно 12. И никаких проблем, естественно, с ними не будет. Здесь такая же история и с этими лучниками. Если я их поставлю 6, и они будут перестреливаться с этими лучниками, то никто никуда не исчезнет. Короче, для всех цветов, кроме красного, количество лучников не уменьшается в два раза. То есть, если вы вот здесь вот поставите 4 этих прачников, их не уменьшится количество. Их будет 4, действительно, в защите. Следовательно, защитную армию вам нужно контролировать четко. Армию атаки вам нужно с помощью плейтестов. То есть, сохранение карты и запуска ее тестировать. Только так. Теперь про осадные орудия. Осадные орудия добавляются не просто так, как войска. Вот я, например, добавлю пехотинцев. И теперь осадные орудия. Ну, то есть, вы понимаете, осадные орудия так просто не добавляются. Для осадных орудий нужен обязательно инженер. И при этом теперь одну вывезли, вторую вывезли. Это достаточно неудобно. Это очень неудобно на самом деле. Именно поэтому размещаются осадные орудия, если вам нужно вот таким образом, и к ним подбирается обслуга. Только так. Для чего нужен вообще редактор карт? Он нужен не только для того, чтобы просто строить карты. Он нужен для того, чтобы также тестировать юнитов. Можно тестировать юнитов на разрушаемость. Например, пекинеры, там мечники, поставить там где-нибудь стену соперника, там вот так, вот башни соперника, там, например, квадратку и квадратку. Подвести там пекинера мечника осторожненько к стене. Например, вот сюда вот этого подвести, вот сюда вот этого подвести. Как их заставить атаковать одновременно? Alt-H, атаку стену, атаку стену. Все. И смотрите, кто же из них быстрее разбивает стену. Такая же история с башней. Подводим мечника сюда, подводим пикинера сюда, через альтаж, понятное дело. И теперь можно будет смотреть на хп башенки. Поехали. Альтаж, туды, туды. Все. Нажимаем на желтого, так как в башне у нас второго игрока. Вы видите здесь подписи первый игрок, второй игрок. Сейчас я объясню, что они обозначают. Башня второго игрока. Мы можем за второго игрока смотреть, как кто же у нас быстрее разрушает. Ну, понятное дело, пикинер в разы быстрее это все дело разрушает. Это мы естественно знаем. Теперь про вот эти надписи. Про тесты сказал. Про вот эти надписи. У каждого игрока присутствуют свои определенные, ну, скажем так, надписи. Построили мы пять хижин. Здесь у нас построена стена и построены, понятное дело, некоторые другие особенности. Давайте мы построим где-нибудь что-нибудь еще первого игрока, для того, чтобы у нас просто отображалось. Итак, смотрим. Четвертого игрока. Запомните, замок четвертого игрока это замок синего. Замок пятого игрока это замок черного. Замок третьего игрока это замок желтого. Замок первого игрока это замок красного. Замок второго игрока это замок оранжевого. Показывается это специально для того, чтобы вы понимали, за кого что нужно удалять. То есть, вы не можете, выбрав второго игрока, удалить замок четвертого игрока. Также, выбрав первого, не можете удалить замок четвертого. Выбрав третьего, не можете удалить замок четвертого. Выбрав пятого. И только после этого, пожалуйста, вы можете удалить Без проблем Вся история со стенами повторяется Вся история со зданиями, с юнитами, да и со всем остальным повторяется Выделить юнитов красных за оранжевого вы не можете Выделить юнитов красных за красного вы можете даже их уволить Без особых проблем Удалить стену вы не можете ни за кого За второго юнита Ну и за второго игрока, пожалуйста Без проблем Вообще без особых Ну и на этом все потому что сейчас я уже хочу рассказывать больше об особенностях, чем о чем-либо. Надеюсь, что вам эта информация была полезна.